Новое видео выходит каждый день в 20.00. Я не знаю, на звук, на мышку, на колонки и так далее. Поэтому, если вы видите какие-то, знаете ли, большие замечания, большое какое-то отличие, в отличие от предыдущих видеороликов, там, в звуке, в каких-то там прочих видеоматериалах и во всем прочем, то прошу вас написать об этом в комментарии и сказать, что было лучше, что там было хуже, там, низов, верхов, подбавить, возможно, еще чего-то. Я, конечно же, это сам еще послушаю, посмотрю, как это все выглядит и так далее, но сегодня мы, разумеется, как обычно, не об этом, это просто такое лирическое отступление, уже по вот этим вот, по первой минуте вы уже можете судить о звуке и обо всех прочих вещах, поэтому, если вы заметили какие-то там отличия или так далее, или вам вообще похуй, то, разумеется, вы все это можете написать в комментарии под данным видеороликом и вообще, так сказать, обкошлять все эти вопросики и все эти прочие темы. О которых вы только можете подумать. Так вот, о чем же мы сегодня с вами будем говорить? Сегодня у нас тема такая, достаточно, знаете ли, сложная, такая, знаете ли, жесткая и, возможно, даже, что она для кого-то будет печальной или для кого-то будет прям вот такой, знаете ли, радостной. Дело в том, что Калькор, вот этот вот Калкор покинул разработку GTA Sampo и когда все вот такие, знаете ли, говорят, что это там плохо, это плохо, я же хочу сказать наоборот, что это достаточно хорошо, что вот этот вот долбоеб, который тормозил разработку Sampo, что он ее так или иначе покинул. Я думаю, что у Калькора есть немало друзей, которые, знаете ли, смогут продолжить разработку. А, ну да, он же мод никому кроме себя не отдает, ну, тогда мы в полной жопе. Ладно, ладно, давайте рассмотрим всю эту ситуацию немного поподробнее, потому что я понимаю, что многие из вас вообще могут быть незнакомы со всей этой ситуацией. Возможно, кто-то там, знаете ли, не смотрел ролик либерала Brothers and Company, теперь его как-то так буду, знаете ли, называть, потому что он меня забанил вот из-за своих вот этих вот, знаете ли, либеральных предустановок, либеральных предубеждений и всего прочего. И поэтому я его теперь назвать буду, наверное, как-то вот именно так и по-другому, наверное, вот никак. Так вот, ролики у либерала Brothers and Company, если вы его не смотрели, то можете посмотреть. А если, в принципе, не хотите смотреть, то я вам сейчас перескажу, что там было. В общем-то, он вкратце пересказал, что вообще случилось со всем вот этим вот Сампом и со всем прочим. То есть, сейчас я вам скажу, что вообще там было. Калькор на форуме написал, что, мол, в Самп уже вот те, кто сидят на форуме Сампа, то, что в Самп уже никто давным-давно не играет, вы сидите на этом форуме, потому что у вас там остались какие-то старые знакомства, старые какие-то вот эти вот, знаете, привязанности к другим людям, старые привязанности, возможно, к каким-нибудь там, я не знаю, форумовским мужчинам и ко всем прочим людям у вас остались вот эти вот самые привязанности. И поэтому вы до сих пор там где-то вот это вот сидите у себя в нижних интернетах, вот в этом вот самом, в своем Сампе, и не можете никуда более там продвинуться. А вообще, говорит, что Самп умирает, Самп вообще помойка, и все с Сампом плохо, нужно завязывать. Поэтому он сказал, что покинет вот эту, знаете ли, разработку Сампа, а до этого, до этого у Калькора, у Калкора на форуме было такой, знаете ли, статус, или там, я не знаю, не статус, как там вот этот вот форум Сампа, я вообще на нем никогда не сидел, я не знаю, кто в здравом уме может сидеть на форуме Сампа, то есть зачем. Я как понял то, что форум Сампа это какая-то там уже, я не знаю, своя социальная сеть с Блэк Джеком, Павлом Дуровым и со всеми прочими людьми. Однако, для меня это, ну как-то, я не знаю, ну непонятно, что ли, да, или вроде того, как можно сидеть на форуме Сампа, если, допустим, у американцев есть там, я не знаю, Фейсбук, у русских есть православный ВКонтакте, или там не менее православный Телеграм, хотя он вроде как забавил нас на территории Российской Федерации, о нем даже нельзя как-то говорить, однако ладно, мы уж не будем во все это, так сказать, углубляться как можно туда вот больше, как можно шире и так далее. В общем-то, дело в чем? Дело в том, что Калькор по итогу сделал заявление на форуме, что просто вот так вот, знаете, уходит, уходит из Сампа. И, возможно, что если бы я был каким-нибудь, там, знаете, дебилом и во все сразу верил, то я бы сказал, что да, Калькор, наверное, уходит и так далее, но зная то, какой Калькор истеричка, что он вот в один момент может анонсировать версию Сампа 0.3.8, в другой момент он может, так сказать, ее уже, я не знаю, отменить и так далее, зная все это, верить в то, что он, как бы, ну, будет все вот это вот, что он не передумает впоследствии, как бы, ну, чтобы во все это верить, нужно быть, ну, максимально каким-то, ну, дураком, дебилом, дауном и так далее. Ну, в самом деле, пацаны, ну, вот вы мне скажите, вот вы мне просто вот так вот скажите, неужели вы серьезно думаете, что Калькор уйдет из Сампа? Вообще, куда он уйдет? Он разве до этого как-то занимался Сампом? Ну, разве до этого что-то делал? Вот это вот, знаете ли, версия 0.3DL, которая не является официальной, которая там просто где-то вышла, где-то она там в вакууме витает, какие-то проекты по типу, там, My Home и прочих делают на них, на ней свои сервера и все, но она где-то в вакууме. То есть, где вот эти вот сервера? Неужели это там, я не знаю, основная версия Сампа? Нет, это не основная версия Сампа, потому что основная версия Сампа это 0.3.7, и вот когда она уже вышла-то, блядь, скоро уже, наверное, там, 5 лет будет, как эта версия вышла, то есть, она в каком-то в 2015 году вышла, в 2016, там, край, ну, в общем-то, давно она уже вышла, то есть, больше двух лет эта версия уже явно есть, и она старая. И вот с тех пор Калькор вообще что-то выпустил, что-то вообще было там или что, он фиксил какие-то там, знаете ли, такие баги, какие-то уязвимости Сампа, которые там были, да, но это случилось настолько редко, что можно сказать, что ничего вообще он и не фиксил по факту, потому что, ну, ничего такого не было. И на самом деле, вот если, так сказать, уже более как-то углубляться в речь Калькора, то, что он там написал на этом форуме и на всех прочих своих делах, то, да, действительно, ведь в Самп многие не играют, типа, ну, в самом деле, типа, из американцев, ну, вот кто играет в Самп, вот какой там, я не знаю, в Америке самым популярным вот этот вот сам проект, Лос-Антос, роли-плей, по-моему, сколько там вот людей играет, 100, там, 200, 250, возможно, где-то так, хотя там, какие 250, господи, если 200 наберется или там хотя бы, я не знаю, 150, уже хорошо будет, я не знаю, я не заходил, я не смотрел, сколько там людей играет, но вот я видел какие-то видеоролики, видел, что там играет людей мало, то есть ты заходишь на вот этот вот, знаете ли, Лос-Антос, роли-плей, просто там нет никого, блядь, ты смотришь, ты думаешь, ебать, да как же так-то, вроде бы ты заходил на сервер, там было написано, что есть какой-то онлайн, вы знаете, как на Абсолют ты заходишь и людей нету, то есть ты реально, ты вот смотришь, думаешь, господи, да как же так-то, блядь, я заходил вроде бы как на сервер, который полон людьми, ты заходишь, а никого нет, потому что либо новых игроков нету, либо там старые где-то стоят АФК, вот эти, знаете ли, зарплаты, а что это делают, и всё прочее. И по факту ведь в GTA Samp играют только какие-то СНГ-люди, потому что у большинства людей слабые компьютеры и не могут себе вот что-то такое, знаете ли, позволить. Поэтому Samp, она, он, он, Samp, он навсегда остаётся какой-то, знаете ли, такой нестареющей классикой, как CS 1.6 и так далее. И, скорее всего, он никогда не умрёт. И вот то, что калькур уходит, ну вот просто он будет так же в ФК сидеть, возможно, будет там как-нибудь выпускать какие-нибудь патчноуты, какие-то там, знаете ли, фиксы и всё прочее. Возможно, в Пентагон отправлять данные каких-нибудь людей, которые там заходят в Samp и так далее. Всё, то есть, чем там ещё эти американцы занимаются, будут сидеть там, я не знаю, одной рукой вот это вот, знаете ли, кодить Samp, другой там голосовать за Трампа в телефоне, что-нибудь такое там делать. Вот. И всё такое. Но это ничего по итогу не изменится. Потому что, вы знаете, у Калькора у него нету связи с СНГ-комьюнити. Он не говорит по-русски, он не говорит по-украински, по-белорусски, он не говорит на это тем более и так далее. То есть, он говорит только по-английски, и вот то, что он видит на форуме, это там несколько десятков, там, возможно, сотен человек пишут по-английски, ему там что-нибудь, да, вот на этом вот GTA Samp в форуме, и всё, и более-то там ничего особо-таки не происходит. И вот, как бы, ну, и что? И что? То есть, ну, вот, и Калькор, видя всё это, конечно, он там пишет, что чуваки, типа, бля, там, вот на Лос-Антос ролеплей играет мало людей, потом там ещё на Комнити-проекте играет достаточно мало людей, и всё такое. Ну, то есть, ну, в самом деле, что бы вы сделали на месте Калькора, наверное, вы бы как нормальный человек отдали мод какому-то другому человеку, или продали бы этот мод, да, там, что-нибудь бы ещё с ним сделали, но Калькор не хочет, и это безусловно его право. Но, как мне кажется, то есть, ну, ничего не будет. Многие там уже начали говорить, что, наконец-то, ой, Samp загнётся, наконец-то там всё, сервера перестанут работать, да, Калькору не выгодно, чтобы Samp загибался. Он там получает свою, я не знаю, какую-нибудь, я не знаю, 500, там, тысячу, возможно, долларов в месяц с этой вкладки хост, и нахуй он будет что-то закрывать, всё. То есть, он официально заявил, что заниматься всем этим не хочет, но он и до этого-то нихуя не делал. Поэтому какие-то, знаете, вот эти вот мнения, вот эти вот все вещи прочие, которые там говорят про Калькора, что, ой, пиздец, да как же так произошло, чё ж это за пиздец, это такой, господи, Samp загибается, нихуя, всё будет нормально, ребят, успокойтесь. Те, кто играют в Samp, всё будет нормально, Samp не умрёт, он будет жить вечно, и всё такое. Возможно, я ошибаюсь, да, возможно, я ошибаюсь, и сегодня мы говорим, что Samp не умрёт, что Samp будет жить вечно, а завтра Калькор уже, так сказать, благополучно закрывает абсолютно-таки все, знаете ли, сервера Samp, всё, смахивает вкладку хост, ты заходишь в Samp, а сервера никакие не ищутся, можно поиграть, там, знаете ли, только по Хамач, там, я не знаю, Хамачи жив ещё там по Танглу, по Эвольве, это, если что, вещь такая, типа, как Хамач, как Тангл, только Эвольве и так далее. Она, кстати, более удобнее, чем Тангл или Хамач, но это не важно, это абсолютно точно не важно, поэтому, ребят, если вы волнуетесь за то, что всё, Samp умрёт и так далее, то успокойтесь, всё с Samp будет нормально, Калькор просто невыгодно рубить сук, на котором он сидит, идти на какую-то нормальную, настоящую американскую работу, не, в пизду, пусть он лучше останется вот таким вот владельцем GTA Samp, каким он и оставался. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока, Samp будет жить вечно. Субтитры сделал DimaTorzok